МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Туроператоры Иркутской области готовятся к новому сезону. Байкал давно занимает лидирующие позиции, и это лето не стало исключением. Но так ли востребован отдых у озера осенью, и во сколько обойдется отпуск в бархатный сезон рядом с Байкалом, выяснял Олег Федоров. В нашу гавань заходили и продолжают заходить корабли. Да, лето успело подойти к концу, но отдых на Байкале в Иркутской области не заканчивается. А все потому, что даже у воды еще тепло. Вот и спешат к нам отовсюду путешественники. Если в начале лета, когда начинали работать, это только Россия, то есть Москва, Санкт-Петербург, то есть вся наша европейская часть, Сибирь, Красноярск, Новосибирск, Дальний Восток, то сейчас с открытием границ Китай. Китайский турист тоже поехал, прям делегациями приезжают, берут экскурсии, только так радуются и проводят свой отдых с нами. Итальянцы приезжали точно к нам, с Греции, по-моему, и с Англии были туристы. Сейчас туристы предпочитают брать почасовые экскурсии, нежели на целый день. Например, вот на таком катере. В день судно перевозят по семь групп путешественников. И хоть люди из разных регионов страны, но пункты туристического паломничества совпадают у многих. В Альхон, туда, а потом дальше обратно в Улан-Удэ и с той стороны по Байкалу. Золотая пора, осень, красиво, то есть тем более мы поехали на машине, это очень пейзажно, красиво, поэтому вот решили осенью поехать. Неплохо, Байкал холодный, я думал, будет теплый, буду купаться, но не судьба. Но такой отдых будет доступен до конца октября, а потом корабли поставят в доки до весны. Однако цены на отдых на Байкале здесь не изменятся по сравнению с летом. Хотя, по данным крупной российской компании, которая представляет медийные и цифровые сервисы, в 2023 году Иркутская область вошла в тройку популярных у туристов направлений, где проживание обходилось дешевле всего. Средний чек в июне-августе составлял порядка 3,5 тысяч рублей в сутки. И пока он не сильно изменится. Максимум, что мы можем рассчитывать, и так же, как и гости, которые приезжают к нам в период межсезонья, это скидки на размещение, потому что гостиница сейчас, ну, как бы где-то треть уже не занята, потому что уже как бы и отток, и школьные, скажем так, каникулы закончились. И поэтому у нас как бы есть такая тенденция, что люди, которые собираются к нам в гости, они могут сэкономить только вот на этом. В среднем одна экскурсия обходится в день на человека от 5 тысяч рублей. А вот погода изменится, причем кардинально. По словам метеорологов, уже завтра ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Местами до 20 метров в секунду. Естественно, будет все это, вся эта неустойчивость сопровождаться понижением температурного фона. И мы ожидаем, что именно завтрашнего дня осуществится этот переход. То есть сегодня мы переживаем последний день лета. И только в конце сентября может наступить так называемый бархатный сезон, чтобы каждый мог поймать частичку лета перед долгими холодами. Олег Федоров, Иван Волобуев, Владимир Пинаев. Новости по будням. Лесной пожарный из Бурятии занял третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Александр Скасырский отправился защищать честь нашей республики после победы на региональном этапе. Во всероссийском конкурсе Александр Скасырский принимал участие впервые. За звание лучшего боролись 25 специалистов из 21 региона России и Белоруссии. Лесные пожарные соревновались в отжиманиях, подтягиваниях, беге с препятствиями и спортивном ориентировании. За сумму оказывается наша работа, мы всегда участвуем. И финиширует у нас участник. За байкальской базе авиационной охраны лесов Александра ждут с нетерпением. И уже приготовили небольшой сюрприз. Так получилось, что Александр у нас в сентябре, сразу после конкурса «Лучший лесной пожарный», был направлен на курсы гражданской авиации, на обучение на летчика-наблюдателя. Поэтому Александр вернется сюда только на зимние каникулы. Поэтому до этого времени мы его не увидим. Ну а так, конечно, мы подготовили Александру и подарок, и определенное вознаграждение. Отмечу, что следующий региональный этап конкурса «Лучший лесной пожарный» пройдет в Бурятии в августе 2024 года. Андрей Слепнев, Восточный альянс, Бурятия. В Якутске завершился финал спартакиады по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы. Это традиционное соревнование, которое проводится с 2009 года. Самыми быстрыми, ловкими и выносливыми огнеборцами республики встретилась наш корреспондент Мария Кардашевская. Каждое состязание в пожарно-спасательном спорте оценивается в первую очередь на время. На выполнение каждого уходит в среднем от 5 до 13 секунд, что очень важно. Ведь огнеборец – это тот человек, у которого нет ни секунды на промедление. Вязка спасательной веревки, подъем по штурмовой лестнице, надевание боевой одежды и другие навыки, которые каждый пожарный использует в своей работе практически ежедневно. Тут имеет значение каждая миллисекунда. И сегодня лучшие шесть команд из Хангаласского, Намского, Верхневлюйского, Горного, Вилюйского и Таттинского районов готовы выложиться на все 100. В течение шести лет команда Усалданского района занимала первое место. А в этом году она сенсационно проиграла в региональных соревнованиях. И поэтому в этом году явного фаворита нет. Ну, победит самая подготовленная и сильнейшая команда. Ну, пока вот Хангаласский луз в финале никогда не был первое место. Вот, сегодня настроились взять первое место. В прошлом году второе заняли. Вот, в этом году мы настроились, ну, потренировались хорошо. Среди судейской комиссии в этом году победитель прошлых соревнований. Член сборной команды республики, которая отстояла честь Якутии, заняв второе место на межрегиональных соревнованиях Дальнего Востока. Тимофей Сергеев. Он занимается пожарно-пригладным спортом уже 10 лет и знает точно, как нужно выполнить дисциплину, чтобы не только победить в соревнованиях, но и спасти чью-то жизнь. Пожарный должен всю дисциплину правильно сделать. Одевание ремня, каски, сапогов, чтобы все правильно было. Если там неправильные, например, сапоги полностью не надеты, тогда уже это попытка. Время не сфиксируется. Ну, в среднем здесь по одеванию боевой одежды 8 секунд. Реально ситуация на пожарах тоже это самое. Тоже боевка лежит на стеллаже прямо так же. И в каждом вызове одеваются так же и издевают на пожар. Спартакеада по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы – это не просто соревнование. В первую очередь, это способ поддержания профессиональных навыков пожарных, ведь именно они помогают им спасать жизнь. Мария Кардашевская, Иван Саракоумов, Якутск. Студии национального телевидения «Калмыкия» для вас работает Наталья Доржиева. Глава «Калмыкия» Батухасиков вручил ключи от квартир дольщикам многоквартирного дома номер 50 в 9 микрорайоне. На протяжении многих лет они находились в сложной ситуации, так как застройщик начал строительство дома, не имея на это разрешения. Проблему решили благодаря наблюдательному совету фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хаснулина. Я вам желаю это успешно завершить, чтобы дольщики все без исключения получили ключи и уже поселились в своих квартирах. Соответственно, чтобы все-все-все было в соответствии. Мы видим, что все очень достойно, очень красиво. Данный район города еще более преобразился. В Национальной библиотеке имени Амур-Санана организовали квест среди школьников 8-9 классов ко дню «Финансовая грамотность». Ученики пяти школ прошли интерактивные станции, где узнали об истории и терминологии финансов и закрепили полученные знания интеллектуальной игрой в формате теста. За каждой группой закрепили волонтеров, студенты профессиональных специальностей. Каждый участник получил памятные подарки и позитивные эмоции. Прошел День финансовой грамотности в Республике Калмыкия. Это мероприятие разработано и посвящено в рамках стратегии реализации повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия-2023. Поэтому сегодня масштабное мероприятие этому посвящено. Провели квест для школьников. Темы у нас были разнообразны. От транспортировки денег, истории денег, налоги, финансы, кредит, финансовое планирование. И многое-многое интересное. Сегодня в течение двух с половиной часов дети в буквальном смысле погрузились в основу финансовой грамотности. К тому, что необходимо знать каждому гражданину нашей страны. За использование современных цифровых технологий для сохранения пещерного комплекса МГАО, который вызывает интересы у туристов со всего мира, китайские ученые Академии Тунгхуан были награждены ЮНЕСКО. Древний пещерный комплекс МГАО входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. И ученые прилагают все усилия, чтобы защитить ее от разрушения. Гроды МГАО в городе Тунгхуан на западе Китая – сокровищница древней китайской цивилизации. Этому памятнику истории более 1700 лет. Здесь 735 пещер, внутри которых 45 тысяч квадратных метров фресок и более 2000 расписных скулиптур. Гроды МГАО внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как одна из величайших китайских исторических достопримечательностей. Чтобы предотвратить разрушение гротов, ввечено ограничение. Каждый турист может осмотреть не более 8 пещер в день. Число посетителей тоже ограничено – не более 6000 человек в день. С течением времени гротам угрожает появление трещин на фресках и осыпание их со стен пещер. Как сохранить пещеры для потомков и одновременно позволить большему числу людей увидеть эту красоту? С помощью цифровых технологий. Чтобы перенести гроты МГАО в виртуальное пространство, нужно выполнить три шага. Съемка изображений, сшивание их воедино и обеспечение доступа к полученному результату из любой точки мира. Моя работа – проверять снятые фото, чтобы они были четкими, с правильным светом, а горизонт не был завален. Чтобы собрать изображение фресок на относительно плоских стенах, нужно снимать примерно 88 фото на квадратный метр. А если нужно собрать изображение фресок на неравномерных стенах, то количество фото растет в геометрической прогрессии. Главная задача – запечатлеть реальное состояние фрески на данный момент. Следующий этап – составить из собранных фото единое полотно. Слов на базу. Работа не такая простая, как кажется. Чао Цинь занимается этим уже 13 лет. Недавно она вместе с командой совершила составление виртуатного полотна южной стены Крота номер 57. Мы обычно сначала сшиваем изображение в виде креста, и уже на его основе идет дальнейшая склейка. Эта стена в реале примерно 4 метра в длину и более 5 метров в высоту. Мы использовали больше тысячи изображений для этой стены. Работа заняла почти два месяца. После завершения сшивания необходимо трижды выполнить проверку, модификацию и так далее. Весь процесс занимает около 2-3 месяцев. Необходимо убедиться, что фотографии идеально сочетаются друг с другом. Нужно, чтобы на двух соседних фото не было никаких следов сшивания. Так, исследовательская академия Тунгхуана создала виртуатного близнеца Кротов Мугао. Можно зайти на сайт цифрового музея Тунгхуан и увидеть, насколько четкое там качество картинки. У зрителя появляется ощущение, что он действительно находится внутри Гротов Мугао. Пользователи могут выбирать маршрут и рассматривать мельчайшие детали внутри пещер. Оцифровка культурных реликвий научно-исследовательского института Тунгхуана продолжается уже более 30 лет. На сегодня завершен сбор цифровой коллекции фресок в 293 пещерах Гротов Мугао и создана трехмерная реконструкция более 40 видов цветных скульптур. Это в сумме около 350 терабайт данных, которые активно используются в академических исследованиях в защите культурных реликвий и продвижении культуры. Мы хотим, чтобы цифровой Тунгхуан помог как можно большему количеству людей глубже понять очарование этой древней культуры. Пока в цифровом Тунгхуане побывали люди из более чем 20 стран мира, а количество кликов превысило 16 миллионов. Неплохая посещаемость от многохранителей исторического памятника хотят привлечь еще больше виртуальных посетителей. Ван Ши Ци, Ван Ин Рэй, Си Джи Ти, Дон Хоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова